Привет всем! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.3wbudushin.ru, www.3wbudublog.ru и www.3wmakevaro.ru. В этом видео-подкасте я хочу рассказать вам вот о чем. Когда вы занимаетесь активными видами спорта, ездите на велосипеде, бегаете бегом, занимаетесь воркаутом на улице, играете в теннис, в схвож, в какие-то другие виды, чем-то занимаетесь растяжкой, йогой, то очень часто возникает такая ситуация, что вам не хотелось бы с собой брать сумку или рюкзак, в котором у вас находятся какие-то вещи. То есть вы находитесь рядом с домом, занимаетесь, либо на стадионе, который недалеко, либо в принципе вам это не нужно, вы вышли во двор собственного дома, и вам не хотелось бы с собой тащить там кучу разных вещей. Зимой немножко проще ситуация. У вас есть одежда, в которой есть масса карманов, и вы можете положить в эти карманы ключи, часы, телефон, что-то еще. И в принципе эту проблему решает. И причем очень часто, когда мы занимаемся, нам хочется, чтобы у нас были наушники. Ну, в смысле, чтобы мы могли сослушать музыку, аудиокнигу. Очень часто, когда занимаешься на улице силовым тренингом или каким-либо другим, бегом, хочется, чтобы это сопровождалось хорошей музыкой или не проходило, или, вернее, чтобы было совмещено еще полезное и приятное. А вернее, приятное, полезное и, опять же, приятное и еще раз полезное. То есть в квадрате, чтобы получить полезное с приятным. То есть аудиокнигу послушать одновременно с этим делом. И нужно во что-то это все дело положить. Нужно ключи положить, телефон, плеер, может быть. Потому что вам может быть нужны и телефоны, и плеер. Может, вы не только с телефона слушаете музыку. Нужно положить деньги, например, на всякий случай. Вот у меня, например, всегда с собой, если я на велосипеде еду или бегу куда-то, на всякий случай, там, какая-то тысяча рублей, либо 500 рублей, у меня в кармашке лежит. Мало ли что может случиться. Вот, вам нужно, предположим, бинт, зеленка, да. Ну, вот пойдете на велосипеде или коленку собьете, там, упадете, да. Нужна какая-то марля, вата, чтобы хотя бы там удалить грязь, у вас он сраный. Вот, лоток носовой, да. Надо это куда-то все делать деть. Вот такая же, там, карандаш, да, натангуляционный, я не знаю, там, может быть, еще какое-то средство вам нужно. И куда-то это нужно деть. Вот. На самом деле, это не такая простая вещь, как это может показаться. Ну, и самым простым ее решением, самым простым решением, и которое, наверное, одно из самых лучших решений, которые только могут быть, это вот то, что можно приобрести фактически в любом, наверное, магазине. Спортивным, неспортивным, неважно каком, эти мелочи продаются всегда. Это вот такая сумка, которая называется от грыжа. Ну, просто народ ее называют. Это поясная сумка, то есть она как ремень, да, на застежке. Девается вокруг пояса, защелкивается и затягивается. У нее есть кармашки всякие разные. Что мне нравится, вот, например, у многих очень современных аксессуаров, которые для спорта специально разработаны, но вот у этой, к сожалению, нет. А так вот очень есть у многих. У них есть еще в верхней части, где-нибудь отверстие, в которое продевается наушник, то есть с провода, и он уходит вовнутрь, и там у вас может находиться плеер внутри. Вот у меня в рюкзаке, так, в сумке спортивной есть такая штучка, она даже помечена специально, а не наушник нарисован. Интересная вещь такая. И она лепестками раскрывается, там три лепестка такие, да всовываешь, и в внутреннем кармане лежит плеер или телефон. И провод выходит наружу, и может слушать. Очень удобно. Вот. Сумка хороша, чем больше там будет отделений, тем, наверное, вам будет удобнее, потому что все мелочи в разных местах будут лежать, вам будет удобно. Все. Это то, чем я очень часто пользуюсь. Ну, плеер тоже у меня, кстати, очень, ну, тут я обычно телефоном пользуюсь. Ну, коммуникатором. У меня в нем и плеер, аудиокниги, там, что у меня там только нету, и все программы, которые связаны со спортом, о них у меня будет отдельный совсем, значит, обзор, какими программами пользуюсь я. Вот. Ну, тоже, в принципе, я кладу сюда и закрываю. Я заставляю только для провода под краешек. Вот так у меня выходит. Все. В уши. Сам провод я продеваю под майку, как делают обычно. И я побежал. У меня, предположим, в тех шортах, которых я занимаюсь, когда на снарядах работают, а спорты для, значит, ММА, у них карманов нет. Никаких абсолютно. Да и когда бегом занимаешься, в карманы шорт класть что-то, это не очень хорошо. То есть, это постоянно, ну, ключи тяжелые, например, это все болтается, это неудобно, это трет по ноге, это постоянно в некоторой степени сам стаскивает даже шорты вниз. То есть, это неудобно. Вот. Поэтому такая штука, она решает очень много. Вот. Есть еще, значит, одно решение, которое мне очень сильно нравится. Ну, такие вещи у нас, к сожалению, пока повсеместно не продаются. Сейчас я покажу, какие. Вот. Хотя это вообще великая вещь. Можно заказать через интернет-магазин, но я думаю, что скоро появится вообще везде. Вот. По крайней мере, в цивилизованных странах всех это уже давным-давно есть. Я не знаю, почему у нас это не распространено, хотя спорт, особенно дворовый, в последнее время получил большую популярность. И штука такая должна быть обязательно. Но она больше подходит, конечно, не для дворового спорта, а для тех, кто занимается бегом прежде всего. Прежде всего именно бегом. Это вот такой чехол для телефона. Вычил телефон. То есть, вы берете свой коммуникатор или телефон, развлекаете, откуда вы его храните там обычно, как он у нас находится в месте. Вот. И вот он вставляется вот в такой чехол. В чем особенность этого чехла? У него есть одна серьезная очень особенность, очень важная. Сейчас я расскажу, какая. Ну, само собой, не стоит, наверное, говорить, что здесь есть специальные отверстия функциональные, в которые вставляются, под разъемы под всякие, да, то есть, наушники включаются. Вот. Суть вот у него в чем. Смотрите. То есть, вы можете пользоваться телефоном прямо через мембрану. То есть, вот эта мембрана, она является, скажем так, активной. И у вас не возникает никаких проблем, чтобы использовать телефон. Посмотрите, сейчас я просто покажу. Кнопка на счет не могу. Посмотрите. Видите, я через мембрану могу пользоваться телефоном. То есть, он будет активен. Это очень важно. Я сейчас, значит, вам поясню ситуацию, как это вообще работает. Как это надевается, куда. Это, собственно говоря, кармашек. Есть два варианта. Вот. Он надевается на руку и крепится либо на плечо. Но на плечо, понимаете, если вы на плечо закрепите, вы сами понимаете, что экранчиком пользоваться, вам будет не очень удобно. Поэтому я чаще всего под обедом занимаюсь. Я креплю его на предплечье. Выглядит это следующим образом. Делаю это сразу дома. Дома это дело закрепляю. И потом, когда уже бегу, у меня это проблематично уже не вызывает. Вот она фиксируется. Вот я закрепил. И чем-то я похож на хищника, да? Из кинофильма. Хищник. У меня тоже там на руке такая фигня была. Вот и здесь то же самое. То есть, я закрепил. Вот он у меня работает. Я, например, бац, запустил камеру. Вот. Ну, она ничего показывать не будет, потому что я закрыл ее рукой. Вот. А так это не важно. В общем-то, суть-то... Вообще, суть-то понятна. То есть, фактически, у меня вся навигационная панель, она у меня есть. Я еще хочу, собственно говоря. Отсюда пользуюсь. То есть, никаких проблем у меня с этим нет. Вот. Также я слушаю наушники. Да, пропустил. Вот сюда в рукав вывел. Все. У меня уже наушник. Я спокойно бегу когда. Пользуюсь. Мне это дело нравится. Вот. Включил, выключил. Все. Выключил. Можно потянуть потуже. Но я говорю, это когда вы не работаете руками, не бьете ничего, не подтягиваетесь. Просто у вас руки здесь работают. Очень удобно. Вот. Есть еще один аксессуар, который я постоянно пользую в своей практике. Но он у меня работает избирательно. То есть, я его использую только тогда, исключительно, когда я на велосипеде езжу. Это, кстати, он не единственный в своем роде. Существует очень много для велосипедов. Вот для велосипедистов, слава богу, разработано все, что только можно. У них разработаны всякие сумочки, держатели для воды, что только нету для насосов, для всякой приблуды, которую можно навесить, повесить на руль. Все. Вот есть такие сумочки, которые вешаются либо на руль, значит, либо на раму. Вот. Кстати, вот денежка, как я говорил, я все с собой беру. Мало ли что, там надо будет воды купить или медикаменты какие-нибудь, либо сломается велосипед по дороге, мне надо будет за машину заплатить, чтобы меня привезли домой. Я просто на этом уехал за 80 километров. Да, мне нужно, чтобы меня привезли. По крайней мере, мне должна быть какая-то сумма, чтобы водителю показать, что у меня деньги с собой. Да, вот. Что у меня обычно здесь? Как у меня? Находится нож, инструменты для велосипеда и многофункциональная штучка такая, которая здесь инструментов тоже дофига. Ну, там по типу швейцарского ножа, там, да, мало ли придется в дороге тут инструментов, чтобы 15, наверное, там, починить что-то в велосипеде. Такое бывает. Иногда чуть-то раскрутится чуть-чуть. Бывало. Вешается она, как говорим, уже на липучках, либо на руль, либо на раму велосипеда. Все. Хотя, в принципе, ее можно крепить и на пояс. Вот сюда можно продеть пояс, и она будет висеть на поясе по типу вот этой штуки. Но она маленькая для этого. А на велосипед, на самом деле, я говорю, очень много продается, всего разного. В основном, я чаще всего, вот использую, когда на улице занимаюсь, в комплексе вот эти две вещи. Эту и эту. Эту вещь я кладу иногда в эту и все. Если я пошел на стадион бегать, я эту штуку вынимаю. Все, да, мне захотелось поменять какую-то песню, чтобы мне не бежать, не тыкать в руке, не держать. Я просто поднял, там, натыкал, чем мне надо. Все. ответил на телефонный звонок, я даже могу, в принципе, набрать абонента какой-то, если мне это нужно будет. Или там, отослать сообщение прямо во время бега, потому что это вот так удобно мне. Вот. но я ее с собой беру. Но чаще всего использую вот это. Почему это удобно? Если у меня нагрузка на спину, я ее на живот эту штуку передвинул. Если у меня нагрузка на живот, когда-то надо согнуться, я передвинул это дело на спину. Все, она не мешает. Она висит достаточно низко на поясе, там, где резинка от шорт, поэтому можно заниматься с голым торсом, она не будет от пота мокнуть. То есть, очень это вот удобно. И вам я рекомендую. Понимаете, лучше все вот это вот иметь заранее и все предвидеть, что вам понадобится на тренировке. Просто жалко времени. Особенно тем людям должно быть его сам жалко. У кого этого времени мало, кто может уделить на свой тренинг в день, там, час, 40 минут. У них должно быть все готово, чтобы было заниматься удобно. Это все нужно предусмотреть. Я понимаю, там, есть люди, которые занимаются спортом, так как я, там, по 6 часов в день иногда. У меня время есть для того, чтобы вот это вот, чтобы к этому всему там прийти. Я пошел с ним заниматься, мне что-то не понравилось. Я взял, вернулся домой, взял сумку, там, опять пошел. Хотя потерял на это полчаса, там, условно говоря. но все равно мне жалко времени по-любому. Поэтому я выработал определенный, как бы, тот набор девайсов, аксессуаров, которые мне очень сильно помогают. Все они, на самом деле, дешевые, они копейки стоят. Я не призываю вас ни в коем разе, там, покупать какие-нибудь, там, бренды. Ни в коем случае. На самом деле, вот, понимаете, что такое, я, правда, пользуюсь сам только профессиональными вещами, но я вам сейчас поясню, что я подразумеваю под профессиональностью. Профессиональная вещь в своем роде это та, у которой, то качество, которое вам нужно, оно очень хорошее. То есть, понимаете, вот, предположим, вот эта штука. Она сделана из, сейчас скажу, как это называется, не скажу, ну, какой-то резинный материал, вот, пленка, не знаю, с чего, это вот, вот это кожзам, понимаете, этот аксессуар может быть здесь, вот это может быть кожа, здесь может быть какая-нибудь, ткань, какие-нибудь элементы, карбоновые застежки или что-то там еще, может быть, дофига всего там, да, вот, и она из-за этого будет стоить в 10 раз дороже. Но функция сама от этого лучше не станет, именно функция сама, больше того, может, только хуже даже она сам станет. и эта функция выполняет идеально, то есть, идеально подходит, это профессиональная вещь. Вот эта сумка, она просто тканевая, она тоже может быть из какой-нибудь, там, не знаю, там, супер ткани, какой-нибудь, там, пятое-десятое, ну, единственное, что вот я бы, например, вот, если бы нашел бы, то, если бы она еще была бы, ну, пропитана водой, там, отталкивающим средством каким-то, вот, для меня бы она была бы еще более профессиональной, потому что во время тренировок можно под дождь попасть, и не хотелось бы, чтобы, ну, она и так не промокает практически, вот, но, если бы она совсем не промокала, я был бы в этом уверен полностью, она была бы еще бы лучше для меня, вот, она выполняет свои функции, она профессиональная. Ну, все, вот такой подход. Вот, если функция у вещи дешевой такая же, как у профессиональной, не хуже, а такая же, то эта вещь тоже профессиональная, в своем роде, вот, она не гламурная, может быть, но она профессиональная, вот, другой вопрос, что если вы, вы можете не понимать, конечно, вещей некоторых, и я могу не понимать, например, вещь какая-то стоит дорогую, говорить, вот, у меня такая же есть, только она дешевая 10 раз, вы, возможно, не знаете каких-то параметров, которые ее делают, как бы лучше, но если мне эти параметры и не нужны вовсе, а то, что сам дешевле, отвечает тем параметрам, которые мне нужны, все, то выбор определен, поэтому, на самом деле, не пытайтесь, там, все именно брендовые покупать, в супермагазинах, таких как Вейдеры, Спортмастеры, не знаю, какие-то специализированные, ну, если нравится, конечно, покупайте, безусловно, так что там вы сразу, вы сразу же найдете, ну, на самом деле, можно и все это найти, а в других не специализированных магазинах, я, например, очень люблю покупать такие вещи, ширпотребные, когда я езжу в какой-то Таиланд, или в Эмираты, в Арабске, или еще куда-то, там на рынках это продается, и стоит это псущие копейки, вот, там мне нравится эти вещи покупать, ну, и вам рекомендую, занимайтесь, успехов! Субтитры сделал DimaTorzok